Тайные Вечные Книги Как вы уже догадались, речь пойдет о Пятикниже и Моисеевом. И моим постоянным собеседником будет доктор, известный каббалист Михаил Лайтман. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы впервые начинаем цикл передач на русском телевидении о Пятикниже и Моисеевом. И первый мой вопрос, введение нам необходимо все-таки сделать, первый мой вопрос. Не может быть, чтобы сборник историй издавался такими миллиардами, не знаю, бильярдами тиражей в течение долгих лет. В принципе, многие считают, когда читают Пятикниже и Моисеева, что это сборник историй. Что же это такое? Да, в общем-то, это самая популярная книга, известная всем, являющаяся основой для философии, этик, экономик, чего угодно, непрекращающийся источник для всевозможных живописей, музыки, всего. Конечно, это особая книга. И в чем ее особенность, я думаю, люди не очень-то понимают. Автор ее особенный. Это все-таки... У нее был автор этой книги? Ну, творец, по крайней мере. То есть раскрытие Творца положено в основу этой книги. То есть явление Творца человеку, как его ощутил Моше, Моисей. Иногда я буду, может быть, называть все-таки Моше по привычке. Это, конечно, уникальное событие в истории человечества. Вот эта сила, которую он постиг, высшая, которая скрыта от нас, и поэтому называется тайная. Тайная. Он ее раскрыл, и он ее не написал. Почему эта сила называется тайной? Мы ее не ощущаем. Поэтому называется тайной? Поэтому называется тайной. А раскрытие тайной силы, говорится в пятикнижах, да? Только об этом. Все книги, которые называются святыми, так называемыми, то есть это то, что написали все каббалисты, все раскрывающие Творца, они все называются святыми, потому что рассказывают о том, что скрыто от нас. Святость на иврите называется кадош. Кадош – это от слова отделенный, обособленный, как бы отрезанный где-то, находящийся. И все каббалисты, то есть люди, которые постигали эту скрытую часть мироздания, они нам это описывали в своих произведениях, и эти произведения мы тоже поэтому называем святыми. Но святыми не то, что это свято, а именно особенно, потому что находятся вне поля наших органов чувств. Почему же все-таки Моше, будем называть его Моше, Моше Моисей писал это в виде историй? Для чего было путать людей, писать это в виде историй? В принципе, это последовательное причинно-следственное раскрытие мира человеку. И это есть история. Только это не история, история народа, который бродит по пустыне, как там описывается. Это аллегорическое повествование о раскрытии человеком высшей силы, которая в наше время, если кто-то желает пройти на себе, то есть раскрыть в себе дополнительные ощущения высшего мира, то, что находится за нашим миром, то он проходит эти состояния точно в том же пути, как это описал на себе Моше. То есть любой человек, может, читая эту книгу правильно, пройти все ступени вот этого Моше Моисея и достичь Творца. То есть познать Творца, видеть его. В этом и заключается практически, в принципе, причина всего нашего существования в этом мире. Как сказано, и все познают меня от мала до велика. Все имеется в виду, абсолютно все существующие на земле. А как вот вы говорите «постичь Творца», что это означает? Это звучит немножко мистически. Это же… «Постичь» – это значит уже не мистически. Это звучит научно, явно, в своих органах чувств. Пощупать, попробовать, вкусить. Я могу вот его так же увидеть, как вижу вас? Намного больше, намного явнее, намного внутри себя, в намного более сильном контакте, сквозном, заполняющем полностью наши чувства. Творец – это что? Это высшая информация? Это мысль? Творец – это сила. Это высшая сила, которая управляет всем нашим миром. Можно ли сказать, что пятикнижие Моисеева, о котором мы сейчас будем говорить, это как бы инструкция постижения вот этой силы? Да. Такое поступенчатое, да? Да. И вообще все каббалистические книги, они только об этом и говорят, о чем еще им говорить. И вся эта методика, вот каждый каббалист ее дополняет, оттачивает так каббалисты, как науку любую, раскрывает все больше, все шире, все детальней, приспосабливает каждому поколению, потому что мы от поколения в поколение меняемся. И так у нас и образуется эта наука каббала. Дело только в том, что в отличие от остальных наук, которые раскрывают наш мир в мере нашего технического совершенствования, то есть вспомогательных инструментов всевозможных и математических всевозможных аппаратов, наука каббала, она требует, кроме того, еще и от исследователя самого изменить себя. Потому что надо обрести такой орган чувств, который ощущает этот высший мир. Но затем с помощью этого органа чувств он исследует человек этот высший мир, так же, как с помощью своих пяти органов чувств исследует наш мир. Вот сейчас вы сказали что-то, что является очень новым, может быть, для многих. Для многих, особенно ученых, человек должен изменить себя. Есть такой анекдот, что профессор математики не должен быть треугольником. А в каббале каббалист должен стать вот именно таким духовным треугольником, что ли. То есть каббалист или вообще человек, который по-настоящему хочет постичь эту книгу, пятикнижи Моисеева, поскольку мы о ней говорим, он должен сам измениться по ходу изучения, да? Да. Такого еще ученые как бы не слышат. Такого нет. Обычные науки нам этого не предъявляют как требование. Обычные науки изучают вот этот внешний мир, который... Да, и поэтому он изучается в той же сфере наших чувств, свойств, с которыми мы родились. А здесь получается, что человек как бы изучает себя глубже, глубже... Через себя, через изменение себя он изучает высшую силу, которая его создала. Человек изменяется по ходу чтения, простого даже чтения этой книги? Прежде чем начинать читать пятикнижья, если человек думает войти в него серьезно вглубь, в ее внутренние пласты, пробраться сквозь этот рассказ, в общем-то, исторический, любовно-романтический, там и так далее... Приключенческий, детективный. Да, если он хочет сквозь это все пробраться, то тогда ему для этого необходимо вооружиться особым словарем и особыми понятиями. То есть он должен взять, как бы составить для себя словарь, что проразумевается под каждым словом. Потому что мы проразумеваем под этими словами поверхностные значения, то, что нам известно из нашего мира. И когда мы читаем эту книгу, то, понимая под каждым словом то, что в этом мире оно значит, это слово, я рисую себе эту картину. То есть это исторический роман. Если же я даю этим словам следующее, более внутреннее наполнение, объяснение, то для меня их более внутренний смысл рисует уже картину сил, расстановка всевозможных сил, сетки сил, которые управляют нашим миром. То есть я начинаю видеть сквозь эту внешнюю картину, которую рисует книга, более внутреннюю картину, как вот в театре кукол там существуют руки, которые управляют этими куклами. И вот я начинаю видеть эти руки. И далее, когда я начинаю видеть замысел, программу работы этих рук, этих сил и так далее, пока я не добираюсь до самого-самого первоисточника, которого я и называю Творец. Таких всего есть четыре слоя. Каббала говорит об этих всех четырех слоях. Четыре слоя погружения? Да, погружения. И как мы можем через обычный слой книги пройти, постепенно все ниже, ниже. Глубже и глубже. Ну, я предлагаю просто нам сейчас с вами начать первое погружение, такой первый слой, выработать какой-то, я не знаю, свод законов или какие-то каббалистический смысл слов понять. И, собственно, с этим мы с вами сегодня и встретились, чтобы это как бы нашим зрителям подать, чтобы они так начали читать. Я думаю, что, может быть, не стоит нам сейчас им просто давать словарь, называть слово и как оно трактуется в каббалистическом смысле, то есть на более глубоком уровне. А в процессе, может быть, нашего разговора они постепенно, постепенно начнут сквозь внешнюю картину, которая создается при внешнем чтении, видеть более внутреннюю картину, о чем она говорит. Причем эти внутренние картины, они многоплановые. Часто они говорят об изменении человека, часто они говорят об управлении изнутри творцом и так далее. В общем, но они уже не имеют в виду абсолютно вот такой внешний вид, что люди в нашем теле путешествуют где-то там по земле, с ними что-то происходит, и об этом говорится. Естественно, что если бы книга это говорила просто про историю древнего народа, то она бы не была бы особенной. Давайте начнем читать пятикнижие и по ходу же потихонечку начнем, я буду вас просить, объяснять. Давайте попробуем так. В начале сотворения всесильным неба и земли, когда земля была пустая и нестройна, и тьма над бездной, а дух всесильного парил над водою, сказал всесильный, да будет свет, и стал свет. И увидел всесильный свет, что он хорош, и отделил всесильный свет от тьмы, и назвал всесильный свет днем, а тьму назвал ночью. И был вечер, и было утро, день один. Вот в этом первом отрывке говорится о каком-то свете, который вдруг разделил день и ночь. То есть мы тут сталкиваемся уже с каким-то маленьким парадоксом. О чем же на самом деле говорится? Говорится о том, что высший свет, то есть это высшая сила, свойство которой отдача и любовь. Абсолютная отдача и абсолютная любовь. То есть эта сила сама по себе абсолютно. Она по себе не имеет никакой собственной личной потребности, а только для того, чтобы положительно отдавать, влиять, наполнять. Вот эта сила, ввиду своего вот этого вот свойства, отдавать и наполнять, любить, она и создала творение. А что она могла создать? Что же это за творение? Если это сила отдачи, то она создала силу получения, желание получать. Вот эту любовь. Да. И вот эти два желания, они существуют в творении. Желание отдавать, это называется творец, и желание получать творение. Вот эти два желания, они одно создало другое, и вот они вместе существуют. Одна в другом. Одна сила в другой силе. Сила света, творца, создает на себя как бы оболочку. Силу получения, творения, желания получать. Желание наслаждаться тем, что исходит от творца. Вот эта вот практически конструкция, она и есть все творение. И все, что потом говорится, говорится о связи между ними, какие между ними существуют всевозможные отношения. Это и есть вся картина мироздания. Ничего больше нет. Только эти две силы. Дело в том, что когда высшая сила создает нас, то есть желание получать, у нее есть программа. Для чего она создает это? Потому как изначально замысел творения в том, чтобы создать творение, чтобы его насладить, такое свойство высшей силы, свойство дачи любви. То получается, что создавая творение, недостаточно просто создать его, как желающие наслаждаться. Надо довести его до состояния абсолютного наслаждения, абсолютного наполнения. Такого совершенства, как и сам творец. А как это можно сделать? Значит, надо дать этому творению возможность развиться, определиться, самому захотеть, пожелать быть таким, как творец, и самому этого достичь. Тогда самостоятельным своим развитием это первоначальное желание, оно достигнет само своего совершенства. И так далее же оно сможет его и ощутить. Вот это и наявляется программой творения и его окончательным замыслом. И все, что происходит затем вместе с нами, во всех высших мирах и в нашем мире, до конца всего творения, это исполнение этого замысла. А когда я говорю, например, вот я читаю этот отрывок о своем ощущении, что во мне, что во мне происходит? Что такое во мне свет? Здесь говорится более того, здесь говорится, значит, о двух свойствах. Вначале свет создал желание, то есть создал землю, земля, это означает собой желание получать, и создал также воду, желание отдавать. И вот эти два желания, вода и земля, они находятся друг против друга и разделены между собой. Мы дойдем до этого. Прежде хотел спросить, здесь говорится о дне и ночи. Что такое день и ночь? Можно ли сказать, что такое день и ночь внутри человека? Да, день и ночь, это как мы говорим, что вся жизнь для меня сплошная тьма. Так это не потому, что светит свет или нет. Может солнце светить, тысячи солнц. А мне внутри себя не достает этого света, внутреннего моего света, внутреннего наполнения. Или наоборот, я почувствовал в своей жизни свет, луч света и так далее. То есть какое-то раскрытие, наслаждение, наполнение приходит к человеку. Вот это имеется в виду, конечно, а не физический свет и тьма. Поэтому и говорится здесь еще до того, как создано светило солнце и луна. Когда говорится и был вечер, и было утро, день один. Что имеется в виду? Когда у человека происходит ощущение недостатка, вечер, ночь, вечер на иврите от слова леарвеф, эреф, то есть смешиваться, когда в нем смешивается состояние понимания, непонимания, хорошего, плохого, он не понимает где и что, спутанностей. Вот из этой спутанности он входит в тьму, в ночь. И когда он проходит эти спутанности и тьму, в нем постепенно, постепенно рождаются новые ощущения к свету. И это поэтому и был вечер, и было утро. После вечера, после тьмы получается озарение, наполнение, понимание. И этим заканчивается один из циклов, день один. И таких циклов еще очень много в каждом человеке, который развивается. Так как мы в нашем мире, в принципе, всегда развиваемся от какой-то спутанности, непонимания и понимаем что-то. Опять что-то не понимаем, разбираемся и в следующий раз. Но в нашем мире это не происходит так ярко, как в Кабале, потому что в Кабале внутри себя ощущаешь эти спутанности, непонимания, всевозможные смущения, всевозможные возмущения. и затем происходит наконец-то приходит свет, как бы, озарение, раскрытие. Это намного более сильно, чем в нашем обычном существовании. Когда говорится день один, о чем говорится здесь? Говорится о ступеньке постижения Творца. Если в человеке произошло под влиянием его внутренней работы вот такой вот смена, вот такая смена внутренних состояний, вечер, тьма, депрессия, для чего я, зачем я, почему я. Возникают эти вопросы. Возникают эти вопросы и сквозь эти вопросы, когда он приходит к свету, раскрывает, получает ответ на него. Это для него уже определенное какое-то познание. А далее снова, на следующем уровне, на более глубоком. Когда говорится день один, это как бы первая ступенька постижения вот этого свойства любви, когда мы сказали, абсолютного свойства любви, но первая ступенька. Да. Еще он только его чувствует, какое-то свечение. Да, но уже какое-то раскрытие света в себе. Ну, я думаю, наши зрители потихонечку начинают понимать, о чем мы говорим. Для меня это очень чувственно. Тильный. Да будет пространство посреди воды и отделяет оно воду от воды. И создал всесильный пространство. И разделил между водою, которая под пространством, и между водою, которая над пространством. И стало так. И назвал всесильный пространство небом, и был вечер, и было утро, день второй. Пока не говорится о земле, поговорится о небе. Создается небо. Что это означает? Небо. Это же не говорится о нашем небе. Говорится о двух силах, которые находятся друг против друга, разделены пространством, как бы пустотой, где не действует ни одна, ни другая. И эти две силы находятся в человеке. Внутри человека. Так он должен в себе их обнаружить. Ведь так обнаружил в себе, допустим, Муше это состояние, поэтому он его описал. Он описывает свое состояние. Ну а как же? Он не может описать что-то вне себя происходящее. То, что мы ощущаем, ощущаем внутри себя. В нас рисуется картина воспринимающего нас мира. И поэтому, когда Муше пишет о явлении высшего мира, высших сил, Творца, он в себе это ощущает. Так вот, в этом-то заключается наука каббала, наука получения, абсорбирования в себе этих высших сил, которые в данный момент в мире его развития, каббалиста, он начинает писать. То есть, с чего начинается его постижение? Его постижение высшего мира начинается с того, что он начинает определять для себя, что существует сила тьмы и сила света. И между этими двумя силами, силой тьмы и силой света, есть пространство. Это свободное пространство, в нем он себя как бы ощущает. Она пустая, еще не заполненная ничем. И вот он подвешен как бы между этими двумя силами. Это уже второй день. То есть, следующее, более глубокое определение первого дня, когда он на фоне первого дня проникает дальше в то, что ему раскрылось. И это уже имеется в виду день второй. То есть, в первом дне как бы познал, что такое день и ночь, вот эти состояния. Да, в грубом виде. В грубом виде. А вторая как бы ступень также в грубом виде. Более уже внутренняя, точная. Небо, да? То есть, это пространство, где он находится. Ну, он уже и дает определение воды высшие, воды низшие. То есть, вода, это имеется в виду свойство отдачи. Вот там в воде, интересно. Свойство отдачи, которое существует наверху и существует внизу, а между ними существует пустое пространство. Небо, воздух, как бы, это небо имеется в виду определенный свет, который состоит из этих двух свойств практически высшего и низшего, высшей воды и низшей воды. Но он представляет собой как бы их общее свойство. И сказал Всесильный, достигается вода, что под небом в одно место, и доявится суша, и стало так. И назвал Всесильный сушу землею, а стечение вод назвал морями. То есть, уже следующее определение, следующее более глубокое постижение, оно сводится к тому, что концентрируется четко и определяется четко высшая сила, которая является водой, и низшая сила, получающая, которая называется сушей. И разделяются они перед человеком на две эти категории. Высшая и низшая сила. Человек находится пока лишь как исследователь, как наблюдатель за этими двумя основными силами творения. То есть, нельзя сказать, что это для человека такое суша, и что такое вода? Желание получать называется сушей. Земля на иврите эрец от слова рацион желание. То есть, земля и желание это одно и то же. Желание получать. А вода это, как мы уже говорили, свойство отдачи. Свойство отдавать. Поэтому вот здесь вот уже дальше определяются между собой эти два состояния, разделяющиеся. Не то, что и наверху вода, и внизу вода, и все вместе, это непонятно, как смешано. А на третий день уже полностью происходит разделение воды и суши, то есть, силой отдачи и силой получения. Они стоят друг против друга, собираются как бы в два различных таких силовых полюса. И это является следующим постижением человека. А можно ли сказать, что это как бы ощущение человека, что в нем есть эти две силы, в нем силы отдачи? Как я уже сказал, потому что он же постигает это исходя из своих внутренних свойств. То есть, изменяя себя все время, он и проходит первый день, второй день, третий день творения. Это не дни нашего мира. Это может занять месяцы, пока человек переходит из одного состояния в другое. Постепенно вот такое углубление в эту систему творения, оно происходит в человеке только в мере его внутреннего изменения. Все-таки какое увлекательное чтение происходит когда так читаешь? Если вместе с этим еще изменяешься. Если еще изменяешься. И начинаешь видеть это все внутри себя как огромное вселенское явление. Но ты начинаешь ощущать это как бесконечную глубину. Конечно. Так если бесконечно все-таки, возможно ли постижение этого бесконечного? Я забегаю вперед, просто спрашиваю. Бесконечно это не значит не ограничено в пространстве, потому что здесь говорится еще об отсутствии пространства. Хотя вроде бы небо, земля и между ними что-то, но это еще и не небо, еще и не земля. А бесконечность имеется в виду безграничность. Без конца. То есть без границы. Когда постижение не имеет границ. То есть все, что я постигаю, я постигаю абсолютно все. Полностью. Не остается никакого объема с белыми или с черными пятнами. Абсолютно все. Вот это называется постижение бесконечное. Безграничное. И так в третий день как пишется «И произвела земля зелень, траву семеносную, породу своему, и дерево плодовитое, в котором семя его, породу его, и увидел всесильный, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий». Мы говорим о третьей как бы этой ступеньке, поверхностной. Да, но увидел, что это хорошо. Вот это вот интересно. Все везде пишется, в каждом, каждый этот день написано «И увидел, что это хорошо». Что это за фраза такая? То есть четкая ступень, которая заканчивается следующим постижением. То есть человек, который идет по этой ступени, даже если ему темно, даже если ему светло, неважно как, он в итоге определяет связь каждой этой ступени с целью своего развития. И поэтому как бы себя не чувствовал, поскольку эти все состояния ведут его к цели, он определяет это как хорошо. В этом состоянии он сливается с Творцом, с его планом развития, с теми метамофозами, которые он проходит. И на этом заканчивается каждая ступень. То есть человек видит, что это хорошо? Конечно. Постигающий. А если бы он не видел, не чувствовал, это он бы не написал комуши. Но он бежит и всесильный, и увидел всесильный. Так он же в себе это ощутил, потому что раскрывает это в себе. Иначе бы он не раскрыл. То есть когда он говорит, ты увидел всесильный, что это хорошо, он говорит о постижении человека. То, что он постигает, когда он ощущает Творца, и сливается с ним, соединяется с ним, ощущает, какое наслаждение при этом испытывает Творец, когда видит, что человек проходит все эти так и есть, как в нашем мире. Мне хорошо вот это состояние. Когда мы говорили с тобой о том, что и познают все меня от мала до велика, постижение Творца является самым большим наслаждением. Самым большим наслаждением, потому что такими мы созданы в нашем желании, чтобы, постигая его, наполняться. Доктор Лайтман, к сожалению, мы должны заканчивать нашу передачу «Наше время истекло», но я надеюсь, что мы будем продолжать вот это каббалистическое изучение и чтение пятикнижия, и наши телезрители все больше и больше будут понимать, что очень многое зависит от них самих, как они подходят к изучению этой книги. «Наше время истекло» «Наше время истекло» истекло» и у «Наше время истекло» Продолжение следует...